В Казахстане будет принят новый пакет срочных мер по борьбе с коронавирусом. Правда, какими инструментами будут действовать власти, станет ясно в течение месяца. Такой срок сегодня перед правительством в аккорде поставил президент страны, который крайне недоволен тем, как в стране складывается эпидситуация. В Казахстане не осталось ни одного зеленого региона, а уже вторую неделю Минздрав фиксирует свыше 5000 заболевших в день. Нагрузка на реанимационные и инфекционные стационары растет. На связи с президентом были и главы регионов. Работу которых Тукаев оценил неудовлетворительно. Тимур Казагулов продолжит. Недопустимо, неудовлетворительно, нельзя. Эти слова сегодня президент Казахстана в своем выступлении повторял, пожалуй, чаще всего. Месседжи с совещания казахстанцы читали в официальном твиттере аккорды и понимали. Глава государства крайне недоволен складывающейся эпидситуацией. Оно и понятно. Каждые сутки ковид подтверждает более чем у 5000 человек. Такой сценарий заболеваемости в Минздраве прогнозировали в августе. Однако этот порог побит уже сейчас. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании правительства. В то время правительство заявило, что все под контролем. Но, к сожалению, ситуация не улучшается. Мы теряем своих граждан, поэтому нужно принимать срочные меры. Наша главная цель – не остановить распространение вируса. Мировой опыт показывает, что это невозможно. Главное – не допустить умножения тяжелобольных, спасти жизни. Следовательно, есть только один способ – это массовая вакцинация. И, похоже, этот экзамен массовую иммунизацию Аким и регионов сдать не смогут, отметил Тукаев. Их работу сейчас он оценил в лучшем случае на тройку. В полный локдаун страна может вернуться из-за антиваксеров. Они тормозят и без того не очень активную кампанию по вакцинации. Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, но за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы упертых антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей. А вот с продавцами фейковых паспортов вакцинации церемониться нельзя, отметил Тукаев. При МВД он поручил создать межведомственную спецгруппу, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения. Поручаю ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации. Этот вопрос я уже поднимал на расширенном заседании. Речь идет о национальной безопасности страны. Линейку вакцины от ковида в стране и дальше будут расширять, заявил президент на очереди, спутник Light и Pfizer. Регистрация отечественного препарата Казвак во Всемирной организации здравоохранения должна пройти как можно быстрее. Сразу после этого казахстанскую вакцину нужно продвигать на рынке третьих стран, подчеркнул Тукаев. И дал правительству месяц на то, чтобы доложить о результатах. Акцентировал глава государства внимание и на плохую оснащенность медучреждений в регионах. По моему поручению в области были проинспектированы медицинские учреждения. Результаты неутешительные. Всем стандартам соответствуют только недавно построенные модульные инфекционные центры. Нередки случаи, когда скорая помощь также приезжает без необходимого оборудования. В результате теряется драгоценное время на спасение пациента. Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Акиматов и правительства, либо о желании приукрасить ситуацию. Такая ситуация недопустима. Как и прежде, персональная ответственность за качество и доступность медпомощи в регионах лежит на Акимах. Напомнил Тукаев и добавил, что несмотря на пандемию, не нужно забывать и о других заболеваниях. Особенно тех, где требуется оперативное вмешательство. Остро этот вопрос стоит в столице, которая находится в лидерах по количеству заболевших. С начала года, Алтай Сидирович, сколько профильных коек вы перевели в ковидные? И как это отразилось на доступности медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями? Уважаемый Хасим Джамар Кемельевич, мы дополнительно 830 коек открыли для лечения ковидом. Изначально было всего два в начале года стационара, которые инфекционные больницы. Пришлось по мере роста открывать больницы. У нас есть договоренность вместе с Минздравом. Республиканские клиники сейчас развернули на другие болезни. То есть большую часть стационаров мы используем в ковид. Сейчас 16 стационаров задействованы. Важна и своевременная вакцинация в рамках национального календаря прививок. Резюмируя встречу, глава государства отметил, чтобы снова не уйти в ковидный нокаут, казахстанцы должны четко понимать всю серьезность положения. Единственный способ уберечь себя и своих близких от этой смертельной опасности, будем прямо говорить, смертельной опасности, это вакцинация. Других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем. Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Наши дети не должны расплачиваться за наши ошибки. Нельзя терять своих близких в мирное время. По сути нынешнему составу правительства дан еще один шанс стабилизировать обид-обстановку в стране. Напомним, еще в апреле президент говорил о кадровых решениях, которые могут сильно разочаровать кабинет министров. До осени остается чуть больше месяца, а обещанная Минздравом цифра в 10 миллионов вакцинированных не исполнена даже наполовину. О принятых мерах по исправлению ситуации члены Кабмина доложат главе государства через 30 дней. Тимур Казагулов, Бекбулат Базаров при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня. Продолжение следует...